Сказание о Раме Все божества, святые, мудрецы, Все восхваляли, воспевали образ Бесстрашного и грозного защитника земель, Старшего из четырёх сыновей царя Дошарархи, Потомка солнечной династии, царевича Рамы. Сам великий Индра просил ему о помощи в былые времена, И царь-отец был горд всемстаршим сыном. Послушан был царевич, что за наказ не шёл от матери, от царя, Он с благодарностью внимал, благоговейно исполнял всегда. Но вот однажды демоны смутили разум второй жены царя, Кайкеи, И злые помыслы в ней поселились, и молвила она, «О, Рама! Отец твой два желания должен мне, Я жизнь ему спасла однажды. Хочу я, чтоб ушёл в изгнание ты надолго, но не навсегда, В лесах отшили, а царство трон принадлежал бы сыну моему». Услышав речи те, царь Дошарархи чувств лишился, Ибо слову изменить не мог он своему. Но Рама лишь сказала, «И это всё, такая малость, Я с радостью исполню вашу волю И не нарушу клятву данную отцову». Сняв украшения, царские регалии, Одев одежду жителей лесных, Взяв лук и стрелу, царевич Рама отправился в леса. Там, высоко в горах, в лесах непроходимых, диких, Жили отшельники, святые, мудрецы, Творящие обряды и молитвы. Но вот беда, повадились к ним демоны, ракшасы, Творили зло и всех мешали святым молитвам и обрядам, И обратились к раме с просьбой те святые лиши. Царевич внял в альбаму, взяв стрелы, лук, сегил, Бродил по лесу, выслеживал ракшасов И, не жалея, истреблял пророк. Хвала тебе, царевич Рама, защитнику добра. Тогда царь демона, десятиглавый рам, Похитил у царевича красавицу-жену, Унес в свою обитель остров Лампу. Немедля раму в путь отправился, И свойством царства обезьян Через бушующие волны океана Достиг чертовых демонов-царях И брата его, спящего ужасным словом, забрением. И битва состоялась, И был повержен раму с десятью главами, А в царстве демонов Зашел на трон соратник рамы. Но вот прошло тринадцать лет, Закончилось изгнание. Царевич Рама возвратился, А с ним его жена и младший брат. Великий праздник был устроен, Играли трубки, флейты, били барабаны, Морские раковины издавали динный звук. Все небожители собрались на этот праздник, Все радовались, поэты годы сочиняли, А мудрецы-апширники народ благословляли. С тех пор молва о раме стала волчей, И беды, и несчастья все уходят, Лишь образ воина со стрелами и рукой ухода. Его рука благословляет, С ним рядом верная его жена, Прекрасная царевна Сита. Татьяна Сита. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok